Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Саша, наш канал Саша и Ксюша. И в рамках кулинарного проекта мы специально для Дмитрия Алексеевича готовим сегодня блюдо, любимое многими блюдо лазанья. Лазанья в ее классическом варианте. Начнем с лука. Лук режем мелкими кусочками, мелкими кубиками. Друзья, лук необходим нам для того, чтобы приготовить соус баланьеза. Соус баланьеза это такой классический соус с говяжьим фаршем, либо с говяжьим мясом. Два зубчика чеснока также мелко рубим. Сначала раздавливаем их, нарезаем, потом все это мелко рубим. Включаем плиту. Готовлю я на оливковом масле. Классический, итальянский вариант бузани готовится на оливковом масле. Лук режу не сильно мелко, друзья, я не мельчу. Лук я, в принципе, люблю, поэтому лук у меня получается примерно такими кусочками. Масло нагрелось и отправляем в сковороду для обжарки чеснок и лук. Так, досточка пока нам не понадобится. Обжариваем. Обжариваем лук до золотистого состояния. Масло можно добавить еще. Оливкового масла не будет сошли. Можно прибавить огонь. Чувствуете, запах чеснока пошел. Запах чеснока, лука и оливкового масла. О! Лук такой достаточно ядренный. Лук и чеснок обжарили слегка, стали немножко мягкими. Добавляем туда говяжий фарш. Лазанья готовится всегда с говяжьей фаршем. Я не знаю, я не слушал других вариантов. Наверное, можно готовить и с бараниной, и со свининой, и, может быть, даже с индейкой. обжариваем фаршем. с луком и чесноком. Слегка, слегка обжарился, поменял цвет. И мы добавляем сюда томаты, собственно, все это перемешиваем. Даем всему этому закипеть. Можете добавлять сюда свежие томаты. Потом вы можете добавить сюда томатную пасту, перемешав все это, добавив немного воды, чтобы наш фарш протушился в томатном соусе. А главное, что сделать в этом блюде, нужно, чтобы вся жидкость вот эта с томатов, она выпарилась. То есть, чтобы не было у нас излишней жидкости, чтобы наша лазанья не была такой консистенции, что разваливается, понимаете? Чтобы наши листы пропитались правильно. Вот так выглядит наш соус. Сейчас мы отправим его на другую плиту, поставим, и он будет тушиться примерно в течение, на среднем огне в течение примерно 25-30 минут. Вот поля! А пока готовится соус болоньез, мы приступим к приготовлению соуса бешамель. Друзья, не у всех получается этот соус бешамель. Тут необходимы определенные навыки. И готовить его нужно по классическому варианту. То есть, все пропорции мы будем соблюдать. Обычно соусом бешамель на 1 литр молока на 1 литр молока берется 100, ой, извините, 50 грамм сливочного масла и 50 грамм муки. Мы будем готовить, так как у нас небольшая форма для лазани, будем готовить соус бешамель из полу-литра молока. Вот, 500 миллилитров молока. Соответственно, масло мы возьмем 25 грамм и муки мы возьмем 25 грамм. Пока греется наша плита, заливаем сюда молоко, кастрюлю, и очень внимательно, друзья, даем молоку закипеть. То есть, как только закипело молоко, мы убираем его в сторону и будем заниматься основой для соуса бешамель. Молоко закипело, начинает подниматься и мы убираем его с полу-литрой. в сотейник. Друзья, не забудьте температуру выставить правильную. То есть, наш сотейник не должен быть раскаленным, чтобы не испортить свой бешамель и чтобы наша мука не перегорела. Добавляем 50 грамм масла. Масло начинает плавиться. Вот таким образом. растапливаем наше масло. Вот сейчас растопится масло. Буквально 25 грамм масла, как я уже сказал. Масло растворилось, растопилось, немножечко кипит. и мы добавляем сюда 25 грамм муки. Это вот такая полная ложка. И все это, естественно, начинаем помешивать венчиком. Смотрите, такого цвета она становится. Масло мусор 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 карамельного орехового цвета. и молоко, если перелить молоко в специальную посуду, его будет легче доливать. Вот таким образом, друзья. Смотрите, не пережать муку, это очень важно. Теперь мы доливаем молоко. Сначала немного перемешиваем муку, чтобы она не взялась комочками. И потом остальное. Все это тщательно перемешиваем. Вот таким образом. Друзья, очень важно, чтобы не было комочков. Очень важно. Не переставая помешивать. Соус не должен пригореть ни в коем случае. Вот таким образом. Сейчас буквально 5-6 минут наш соус покипит. Одну минуту наш соус покипит. Мы будем его процеживать. Для чего? С какой целью? Для того, чтобы соус был красивого цвета, без комочков, без лишних вкраплений. Так. Еще буквально 2 минуты. Теперь мы можем добавить приправу. Приправа, из приправ мы берем соль. Немного. И смесь перцев. Кто-то не добавляет в бешамель никаких перцев. Говорит, что ой, какой цвет будет некрасивый, там будут перчинки плавать, и бешамель не будет таким шикарным, белым, суперским. Друзья, я скажу вам, что мне все равно, какого цвета будет бешамель, когда он будет в лазани. Он перемешается с фашем, со всеми ингредиентами, и никаких вкраплений перчика в этом бешамеле вы не увидите, поверьте мне. Поэтому я смело добавляю туда перец. Вот таким образом. Все это еще раз тщательно перемешиваем. Запах пошел от перца. Очень хороший запах. И выключаем. Все. Наш бешамель готов. Ну конечно же, чтобы не отклоняться от классики, его процедим через вот такое ситечко, чтобы исключить лишние комочки подгоревшей муки. Подгоревшей муки. Вот таким образом мы можем это делать. Смотрите, соус процеживается. Соус получился нужной консистенции, а когда он немножко постоит, он еще слегка загустеет. достаточно легко цедится через ситечко, немножко помогаем ему. Вот таким образом. Не таро, опять друзья, лазанья это блюдо, которое не терпит спешки. все нужно сделать размеренно, по-итальянски. Желательно, чтобы рядом еще сидели друзья, или вино играли на гитаре, и пели ла шат гантаре. Знаете, такую песню классную? Или ма бельке челентано, обожаю челентано, люблю Италию, не знаю, когда выйду на пенсию, обязательно куплю домик у моря, буду жить в Италии, кушать лазанью, морепродукты, кушать ризотто. Это итальянская кухня вообще одна из вкуснейших, величайших в мире. Вот, друзья, смотрите, сколько, да, я, как бы не старался, я перемешивать, все равно в бешамеле у меня остались какие-то комочки подгоревшей муки, то есть вот это вот все лишнее, оно не должно попасть в соус. Так, убираем все в сторону, это нам больше не понадобится. И одну минутку. Я возьму ложку и попробую. Вот, видите, по густоте мой соус получился примерно вот таким. Вот, сейчас он постоит немножко и загустеет, то есть для того, чтобы смазывать наше тесто для лазаньи, листы. Как раз то, что нужно. Единственное, чтобы я добавил немножко соли. Убираем бешамель в сторону, даем ему немножко постоять. Соус болоньезе, соус бешамель готов. Для лазаньи мы используем тертую моцареллу сыр. Это самый подходящий сыр для лазаньи, поверьте, друзья. Сделать из моцареллы один раз откажетесь от других сыров. Вот такое тесто листовое. Вот такое. Мы выкладываем одну минутку, друзья. Сначала первым слоем идет соус бешамель. Слегка пару-тройку ложек на дно нашей формы. Вот таким образом смазываем. Я использую такую кисточку, щеточку. смазываю форму. Можно добавить еще одну ложку. Это всегда моя проблема, когда я вожусь соусами. У меня заляпан весь стол. Ну, так вот, друзья. Вот так. Смазываем хорошо форму. Бешамель должен будет пропитать листы теста. и выкладываем внахлёст. В данном случае, в нашем случае, извините, вот так. Внахлёст. Сюда входит три листа теста. Вот так, если вам видно, три листа теста. Сверху мы опять-таки смазываем соусом бешамель. Вот так. не жаляйте. Соус у нас получился отличный, хороший. Листы должны пропитаться хорошо. То есть, они не должны быть полуготовые, полу-такие сырые, знаете, они должны быть мягкие. Хорошенько смазываем их и добавляем. Сейчас мне понадобится еще одна ложка. Добавляем наверх. Сначала соус баланьезе. Вот таким образом. Тоже не жалейте его. Смотрите, кто как любит. Тонкие слои, толстые слои. Ровно распределяем. я попрошу своего ассистента включить духовку на 180 градусов, чтобы духовка разогрелась. Вот таким образом распределяем соус баланьезе. Кто-то делает поменьше, кто-то побольше. Я повторюсь, я делаю вот таким образом. То есть, средний слой, скажем. и все это засыпаем тертой моцареллой. Да, не жалейте. Никогда не жалейте. Ложите побольше всегда сыра. Сверху идут опять извините. Вот таким образом. У меня была другая форма. Я укладывал листы иначе. Сейчас по привычке рука тянется, чтобы положить листы поперек. Вот так, друзья, выглядит наш полуфабрикат лазаньи. Сейчас мы отправим его в разогретую до 180 градусов духовку. Скажу сразу, что в духовке 20 минут будет лазаньи готовиться при температуре 180 градусов. Потом мы уменьшим температуру до 150 градусов и оставим ее примерно на полчаса до готовности. Уважаемые дамы и господа, наше лазанье готово. Будем пробовать. Опа, большой кусок зацепил. Жадность фраера погубит. Тесто пропиталось соусом бешамель, соусом болоньеза. Мясо идеально готово, приготовилось. большое спасибо Дмитрию Алексеевичу за этот рецепт, который мы приготовили в рамках нашего кулинарного конкурса. Друзья, готовьте с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, здоровья вам и вашим близким. Пока-пока, с вами был Саша. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова